всем привет с вами Игорь сегодня в восьмой части самое дешевое отопление мы будем паять наш тепловой насос нашу систему всю расскажу как я паял то есть мы предыдущих частях серии видео да мы уже собрали все части подготовили вот компрессор испаритель конденсатор все трубки переходники тройники там у нас есть все это мы заготовили теперь мы будем паять чем я паял свой тепловой насос я его никогда эту медь раньше не паял вот но ничего там оказалось сложного и нет а спаял я вот вы сейчас будете наверно даже смеяться вот такой вот грелка сама собственно горелка такая вот 70 гривен стоит так вот на баллончик этот надевается про краски с прокрутом немного о все уже горелка готова 200 грамм газа состав изобутан 80 процентов бутан 15 пропан 5 но это не важно в принципе даже если сам пропан там или он все равно будет паять вот такой вот я горелкой примитивной за 75 гривен это вместе с баллончиком даже спаял всю систему но горелку я взял немного не такую как я хотел то есть почему не такую в интернете брала также не видно как она горит вот получается что в этой горелки широкое пламя широкий факел она так вот ее таким рассеивает это пламя расходится тут от сопла вот а если вы будете брать горелку то есть возможность ее опробовать зажечь там где вы будете покупать то лучше взять горелку с таким как бы узким пламенем чтобы язычок пламени был такой сконцентрированный на конце как бы . . он паял он у вас такое пламя она будет лучше прогревать трубу ну что у меня она и говорю такое широкое везде как бы дует везде горит а прогревает очень медленно поэтому я помучался немного но принципе спаять можно даже и такой горелкой это не проблема даже плюс таких горелок примитивных пропановых том что они долго греют но зато хорошо прогревается труба со всех сторон давай тройники труба или там две трубы хорошо прогреваются до красна у них нагревают не быстро правда но нагревает долго у них греет но пошло у меня таких баллончика даже два и не пошло по моему там полтора еще один пустой один остался целая три баллончика взял вот и один где-то наполовину я его использовал теперь как паять а припой еще припой припой брал серебряный там 30 процентов серебра взял короче начитался что там очень хороший пластичный шоу получается ну я считаю это лишнее переплачивать такие деньги ну там получается он идет припой в прутках примерно такая проволочка когда такая проволочка там она 2 миллиметра и 3 диаметре я уже не помню точно и пол метра длиной вот такими они прутками идут припой я взял 30 процентов серебра но можно было взять и простой фосфорный медно-фосфорный припой он дешевый стоит совсем недорого уже этот серебряный он дорогой а что-то там уже не помню но больше 100 гривен за один пруток заплатил не знаю зря не зря ну как уже получилось так и есть а простое там вообще копейки что-то там десятка или даже меньше что-то там пруток там ерунда вот как паяем еще хочу рассказать надо показать сразу вот у нас допустим вот этот вот стык нам надо спаять вот это переход с более толстой на тоньшую трубу через переходник ну или вот тройник например тройник или вот тот тройник например вот этот вот паяем лампой лампой ну я его паял по частям все отдельно то что я мог спаять ну не вот здесь прямо в системе то я отдельно вот эту вот всю часть паял а потом только вставил это все компрессор и припаял про компрессор это отдельно вот берем прогреваем вот здесь все лампой греем вставили мы вот этот тут переходник вот вставили эту трубу вставили эту трубу вот эти переходники тройники они все так рассчитаны так сделаны что там есть небольшой зазор между трубой и переходником стенками Вот, то есть они все снаружи надеваются Ну, там очень маленький зазор Там какая-то там часть миллиметра Я не знаю, но он не туго вставляется Он легко надевается Ну, там, я не знаю, полмиллиметра Там у него зазор или даже меньше Вот, наверное, меньше даже, чем полмиллиметра Между стенкой трубы и вот этим стенкой переходника Вот, и что получается Когда мы нагреваем, вот это все прогреваем хорошо До красна Вот, после этого Сейчас я баллончик поставлю Вот, мы дотрагиваемся припоем Вот здесь вот Возле места пайки, к трубе И этот припой, он должен плавиться То есть нагретая труба должна быть до такого состояния Что припой при касании до меди разогретой Плавится, плавится и растекается То есть плавится он от трубы Не от пламени Пламя не должно попадать на сам пруток припоя То есть оно не от пламени должно плавиться А от температуры трубы И вот этот припой, когда мы дотрагиваемся Он затекает Засасывается как бы Это так называемый капиллярный эффект Вот, когда такое вот маленькое расстояние Да, между трубой и этим И оно, припой жидкий Жидкий припой, он как бы всасывается Втягивается вот здесь вот по всей окружности В эту пустоту Промежуток между вот этим Наружной переходником, тройником Или что вы паяете коленом И вот этой трубой Вот этот промежуток, он весь затекает Если все правильно сделать Хорошо разогреть все И эту часть, и эту То припой, при касании до трубы Он затечет сам весь Мгновенно так раз Только и засосался туда И тут тоже так само Это так называемый капиллярный эффект Вот Вот так вот я испаял всю систему Единственные нюансы и проблемы Где у меня были Это припайки фильтра-осушителя Вон он Какие там были проблемы Ну там очень маленький Патрубок Который оставил производитель Там он торчал из фильтра Буквально Каких-то 3 сантиметра Вот И А так как фильтр сам массивный Фильтр массивный То Он Как бы температуру На себя Оттягивает Оттягивает на себя Температуру Всю Которую там Лампа Да Создает Горелка И Медь Вот этот патрубок Который с фильтра Выходит Он очень долго Нагревался Ну Я так и Ее Нагрел И Сам фильтр-осушитель Я обматывал Еще мокрой тряпкой Там инструкции Про пайки Про пайку Я это Высмотрел Вычитал такое Желательно Это Если ТРВ Купите Под пайку Тоже его надо Обматывать Мокрой тряпочкой Чтоб не перегреть Но я лучше Советовал Если вы никогда Не паяли То лучше взять Его под гайки ТРВ Уже точно Не перегреете Чтобы не бояться Чтоб испортить ТРВ А фильтр Я сушитель Тоже брал Под пайку И обматывал Тряпочкой Ну припаял Припаял Тяжело Правда Было Помучался Я с тем фильтром Вот Он массивный Такой Тяжеленький Грамм 300 А то Наверное И больше Вот Тяжело Я было Ну что Короткие Очень Там эти А все Остальное В принципе Я паял Нормально Паялся Единственное Что я Не припаял Не смог Подпаяться Это К компрессору У компрессора Там Выходы Вход и выход Тоже Медные Вот Они там Длиннее Они там Такие Ну Сантиметров По 5 Где-то Так вот По 5 Сантиметров Сейчас Я покажу Вот Видно Вот Это Место Пайки Место Пайки Вот Вон Вон Оно Это Возле Докипателя И Возле Компрессора Вот И Что Получается То же Самое Что И С Фильтром Осушителя У меня Ничего Не получилось Так сказать У меня Подпаяться Я Грел Грел Этот Вход Выход Возле Компрессора Но Нагреть Я Так И Не Смог Достаточно Чтобы При Касании При Поем Трубке Оно Плавилось Недостаточно Ну Что Компрессор Тяжелый Больше 10 Килограммов Вот Большой И Он Просто Всю Температуру Которую Я С горелки Ему Выдавал На Этот Он Оттягивал На Себя Он На Себя Оттягивал Если Я Не Смог Поэтому С компрессором Да У меня Тут Холодильщик Недалеко Живет То Я Поехал К нему Попросил Он Приехал Мне Припаял Буквально Три Минуты Уже Было Все Готовое По Вставленной Выход Вход Вставленным Компрессором Только Приехал Запаял Мне Правильная Горелка Там Не 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 Знаю Цитилен Или Кислород Там Что Там Ну Два Балончика Вот Он Быстро Припаял Вот А у меня Это Не Получилось Ну Если У вас Вы не Сможете Это Припаять И у Вас Нет Холодильщика Рядом Чтобы Позвать Там Проблема То Можно Просто Взять Компрессор Вот Эти Вот Две Трубки Припаять Сейчас Покажу Вот Взять Вот Эти Вот Два Куска Вот Этот Вот Этот Вход И Выход С Собой И Компрессор Поехать Холодильщику Или Там Ремонт Холодильников Где-то Кондиционеров Вам Вот Этих Тройников На Манометре Что Выходят Вот Посюда Взять Эти Два Куска Трубки Они Вам Припаяют Что У Вас С компрессора Будут Просто Длинные Трубки Торчать Вот И Вот Эти Длинные Трубки Вот Здесь Вот Здесь Уже Оно Все Паяется Обычной Вот Этой Горелкой Что Я Показывал Потому Что Оно Получается Далеко От Компрессора Это Место Пайки Уже Вот Здесь И Тут Вы Уже Можете Смог Водно Себе Нагреть То Есть Компрессор Через Такую Длину Там 20 Сантиметров 25 Он Уже Не Будет Оттягивать У Вас Тепло И У Вас Все Ложится Будет Пайка Очень Хорошо И Труба Прогревается Тут Нормально Вот Ну Вот Это Вроде Все Я По Пайке Сказал Баллончик Да Припой Вот Ну В принципе Хотите Берите Медно Фосфорный Припой Хотите Там Серебром Как вам Будет Угодно Вот Баллончиком Я показал Каким Паял Вроде Все Про Пайку Да Ладно И так Видео Что-то Длинное Получилось Ладно В следующем Видео Уже Будем Заправлять Нашу Спаянную Систему Вакуумировать Заправлять Через Вот Эти Коллектора Ну Вот На сегодня Наверное Все Всем пока